Друзья, приветствую вас на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Норицына и Давид Шарп, военный обозреватель. Сегодня вместе со мной. Давид, здравствуйте, рада приветствовать. Да, здравствуйте, Анастасия, взаимно. Кассетный Атакамс поразил РЛС ЗРК С-500 вооруженных сил Российской Федерации. Это тот момент, когда должен был защищать небо от ракет, но не смог даже защитить себя. Но, при найме, об этом пишут сейчас СМИ. Официальной информации пока нет, но глава ГУР Буданов, он недавно говорил, что эти новейшие ЗРК С-500 россияне прикидывали в Крым. А как так случилось, что новейший ЗРК не может словить Атакамс? На самом деле и новейшие, и старые системы сами по себе иногда не являются панацеей. Причем я это отношу даже не только к российским, но и, собственно, западного производства. Техника может быть очень эффективной, однако все равно не дает стопроцентный результат, а главное другое. Техника техникой, но еще и люди имеют огромное значение. И вопрос, используется техника ли эффективна, остается всегда открытым, когда обсуждаются действия любых, если мы говорим о войсках ПВО любых стран во время войны, и России, и Украины, и Израиля, и Соединенных Штатов. И проколы, и недоработки случаются всегда. Что же касается России, то на протяжении долгого времени мы видим удары украинскими ракетами посредством ПВО России, в том числе в последнее время при помощи Атакамс. И очевидно, что российские военные не справляются в целом с задачами противовоздушной обороны. И причины тут, как всегда, самые разные. И технического характера. То, что системы, несмотря на то, что они достаточно эффективны, они очень далеки от совершенства. Такая цель, как Атакамс или ракета Стурмшаду, она сама по себе непростая. Ну а кроме того, еще необходима тактика. Тактика, она максимально совершенная для противостояния этим системам и этим ракетам. И высокая боевая подготовка. Если в российской армии в целом, а мы это видим по ходу войны, с боевой подготовкой дела обстоят не лучшим образом, то нет причин считать, что и в войсках ПВО, и имеющих к ним отношения, радиотехнических войсках, например, дело обстоит с этим по-настоящему хорошо. То есть, соответственно, все вместе факторы срабатывают. И система не панацея, и техническое, технологическое совершенство, и техническое не на самом высоком уровне, я имею в виду технологический уровень. Ну и, конечно же, боеготовность. И, наконец, трудная цель. Ракеты Атакамс правильно используем. Это очень трудно. Отнюдь не несбиваемая цель, это важно понимать. Но очень трудно. И поэтому мы не раз наблюдаем, что сами системы ПВО не способны себя защитить. И, видимо, так будет продолжаться. Однако, важно понимать, что над совершенствованием тактики российская армия, по всей вероятности, работает. Они доказали способность учиться во многих областях по ходу этой войны. И во всем, что касается ПВО, видимо, это тоже будет иметь место. Но пока очевидно, что с Атакамсами они не справляются. Украина готовит почву для ударов в Крыму. По прибытии истребителей F-16 пишет об этом бизнес-инсайдер. И западные эксперты считают, что если Украина и выиграет войну с Россией, то это будет во временно оккупированном Крыму. Сейчас украинские силы обороны наносят успешные удары по российскому вооружению на полуострове и атакуют Крымский мост, чтобы нарушить логистику оккупантов. Давид, а вы тоже считаете, что выиграть войну реально деоккупацией Крыма? Ну и вот можно сказать, что сейчас ситуация приближается к той точке, которая и вправду может всё изменить? Или это всё-таки такие косметические вмешательства? Деоккупация Крыма, физическая деоккупация Крыма, скорее всего, бы и подразумевала, что война уже либо выиграна, либо выигрывается, либо в процессе буквально нанесения жестокого поражения России. Однако войны, как правило, есть такое выражение, сапоги пехотинца на вражеской территории. Так вот войны, как правило, за редким исключением, выигрываются именно таким способом. Когда речь идёт о деоккупации территории, необходимо эту территорию занять. Есть, конечно, вариант, что Россия вдруг, если, например, в России сменится власть, Россия может отказаться от тех или иных захваченных территорий, и даже от Крыма. Но если этого не происходит, Крым нужно деоккупировать физически. И вот до этого этапа надо правде в глаза смотреть на данный момент далеко. Во время летнего наступления 2023 года украинцы планировали, ну, в качестве задачи максимум, я так понимаю, не задачи минимум, выйти к Азовскому морю и вплотную приблизиться к Крыму, что создало бы условия, возможно, для его деоккупации, или как минимум для очень эффективного огневого воздействия на Крым, а также для того, чтобы отрезать Крым от сухопутного снабжения. Вот в этом случае, скажем так, была бы победа, бы существенно приблизилась, и победа именно через Крым. Но сейчас до этого далеко. Однако это не значит, что нужно следить в лжа руки. И мы это наблюдаем. Крым является со всех точек зрения важнейшей территорией, причем не только символической. И символически он очень важен для Кремля, и очень важен для Украины. Однако там находится масса объектов военного и военно-экономического характера, по которым можно наносить удар фактически без ограничений со стороны западных партнеров. И это очень важный момент. С одной стороны, есть эти объекты, вот, например, военные аэродромы, в отличие от оккупированной Луганской области. А с другой стороны, нет ограничений, которые действуют, скажем, в отношении Ростовской области насчет аэродромов российских военных. И здесь сходятся возможности, желания и политические моменты, я имею в виду желания украинцев, возможности чисто технические и политические аспекты, то есть когда ограничений, ну, скажем так, или нет вообще, или почти нет. И поэтому мы являемся свидетелями этой тенденции, когда сначала где-то зачищаются, я бы так сказал, путь для одних ракет при помощи других, когда выбиваются средства ПВО, наиболее дорогостоящие и наиболее дальнобойные, после чего наносятся удары уже, собственно, по объектам, которые эти средства ПВО прикрывали. Отсюда именно те разговоры, что нечто расчищается для прибытия в 16. Я бы как раз не рассматривал это в таком ключе, потому что, ну, во-первых, F-16 после прибытия, во-первых, F-16, может быть, они и будут адаптированы, я предполагаю, что да, для использования ракет Storm Shadow и Scalp, но это не будет чем-либо сильно отличаться от того, как этими ракетами атакуют полуостров Крым украинские Су-24. А вот средства более ближнего радиуса, чтобы применялись по Крыму с F-16, я предполагаю, что на первом этапе этого не будет, потому что украинцам нужно будет освоить F-16, нужно будет понять, где риски, угрозы, почувствовать себя уверенно, и только потом думать о более рискованных ударах, которые и представляют из себя удары, собственно, по крымской территории в качестве классических бомбардировщиков. Так что это уже более на продвинутом этапе. Однако сами по себе удары, которые мы видим сейчас, и посредством ПВО, и по другим объектам в Крыму, они, можно сказать, самодостаточны, показывают значимость Крыма и демонстрируют то, о чем я говорил, когда все факторы желаемого, возможного и политического сходятся в одну. Министр войны, точнее, министр обороны России, но он же и министр войны Белоусов, поручил Генштабу Вооруженных сил РФ принять меры оперативного реагирования на полеты американских дронов над Черным морем. Он говорит, что возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА, которые якобы осуществляют разведку и целеуказание высокоточному оружию для нанесения ударов по объектам России, говорит, что нужно что-то с этим делать. Но ранее российские паблики писали об инциденте, что вроде как они сбили уже первый американский беспилотник над Черным морем. Подтверждений этому не было ни с американской стороны, ни с российской. Но после этого глава Пентагона Остин звонил Белоусову. Тема беседы тоже не разглашалась. Как вы думаете, а какие меры может предпринять Россия и вот этот звонок Остина Белоусову, мог ли он носить предупредительный характер со стороны США? Во-первых, мы помним уже один случай, когда над Черным морем фактически за счет такого тарана был поражен американский беспилотник. Более похожего образа, похожие действия россияне осуществляли в Сирии. То есть смысл примерно такой, насколько я понимаю. Если сбить над нейтральными водами при помощи истребителя ракетой «Воздух-воздух» или зенитно-ракетным комплексом американский дрон, но это будет явный акт эскалации, фактически акт агрессии. Но в любом случае абсолютно такое неспровоцированное действие военного характера с уничтожением материальной части Соединенных Штатов. Это может привести к серьезным последствиям, это Россия понимает. А вот такого рода, я назову это в кавычках, хотя это на самом деле, наверное, будет неправильно определять, хулиганские действия, когда самолеты российские сближаются вплотную с американскими дронами, наносят им повреждения, приводят к тому, что есть риск падения, мешают им осуществлять свою миссию. Это то, что мы уже видели в прошлом. Это, кстати, мы видели в прошлом со стороны Советского Союза и со стороны российской авиации в отношении пилотируемых самолетов стран НАТО в районе границ России, однако в международном пространстве. Так вот, такого рода активные действия, в принципе, с одной стороны, вроде бы не являются актом вооруженной агрессии, на нейтральном, а с другой стороны, существенно мешают дронам и, возможно, представляют для них опасность. Невозможно точно представлять для них опасность. Подобного рода действия, естественно, тоже неприемлемы с точки зрения международного права, не могут быть оправданы. Но тут у американцев дилемма. В свете их осторожного подхода, очень осторожного к эскалации с Россией, они до сих пор не были готовы реагировать, что называется, вооруженной рукой на такого рода действия. А с другой стороны, если не реагировать вооруженной рукой, то что делать? Звонить министру обороны России, уводить свои дроны подальше от российских границ? Ну, если уводить, это будет проявление слабости. В общем, выбор в свете их стратегии непростой. На мой взгляд, должны быть решительные действия и решительные предупреждения, чтобы показать России неприемлемость такого рода действий. Но в Вашингтоне, естественно, меня и моих советов не спрашивают. Кремлевская Табикерка — это такой, скорее, российская помойка, телеграм-канал, но все-таки он пишет о том, что в Крыму и в Севастополе погибли 94 российских военных. И это в период с начала мая до 23 июня этого года. Такую информацию им якобы раскрыли два источника в Министерстве обороны. Официальные данные не были обнародованы. Ну и Белоусов говорит, что нельзя об этом никому рассказывать. Это, еще раз акцентирую внимание, неподтвержденная информация, но если все-таки она подтвердится, это хороший результат 94 военных с мая по июнь. Это очень много, на самом деле. Ведь мы же говорим не о линии фронта, там, где идет наступательные оборонительные действия, интенсивные перестрелки, обмен ударами. Речь идет о прилетах высокоточных боеприпасов, которых хоть и относительно много, но вот не так, чтобы много, не на ежедневной основе. Более того, прилеты, как правило, происходят не совсем по расположению личного состава. То есть, когда речь идет об уничтожении зенитно-ракетного комплекса или какой-то техники, находящейся на открытой местности, это достаточно не то, чтобы это простая задача, здесь все понятно. Попали, ПВО не перехватило, оно уничтожено. А вот при этом уничтожение многих и многих десятков тех, кто к этому и к технике имеет отношение, это результат очень успешный. Я могу предположить, что все же, видимо, где-то было накрыто расположение личного состава. Если эти цифры верны, подчеркиваю, если эти цифры верны, то в каких-то из эпизодов должны быть погибли, видимо, десятки человек. То есть здесь можно предположить прилет в какую-то казарму или место базирования, или в штаб, когда в нем находилось немало людей, причем унитарной боеголовки, либо прилет кассетной боеголовки туда, где солдаты и офицеры находились на незащищенной местности. То есть в целом это выглядит большими потерями в личном составе для такого рода ударов, но всегда нужно быть осторожным и консервативным. Я это касательно всех воин говорю, в оценках потери противника пока нет подтверждений воспринимать это со знаком вопроса. Ну а если подтверждение есть, пусть это будет, я имею в виду, когда подтверждение больших потерь есть, пусть это будет приятным сюрпризом. Россияне готовятся к наступлению на юге. Такое мнение высказал советник мэра Мариуполя Андрющенко. И он говорит, что это может быть любой участок Южного фронта от Донецкой области до Херсонской. И Андрющенко объяснил, что ввод в действии железной дороги по оккупированной территории Южных областей значительно облегчает россиянам подготовку к этим наступательным операциям. Но с другой стороны, мы видим, поступает информация, что наоборот, оккупанты сейчас прибрасывают своих военных с Южного направления на север Харьковщины. Вот что вы скажете об этом? Есть ли признаки подготовки к масштабному прорыву? Вот такого рода. Ну, насчет масштабного прорыва мы можем говорить, чтобы был масштабный прорыв, чтобы ставить такую цель перед собой. Нужно задействовать в одном месте очень крупные силы. Значит, до сих пор, за редчайшим исключением, мы не видели такого, я не говорю сейчас о начале войны, я говорю о более недавнем времени относительно, ну, например, с зимы 22-го года, с осени 22-го года, мы не видели от россиян подобного рода действий. Причин тому немало, в том числе понимание не очень-то большой способности задействовать большие силы единовременно. Это очень сложная операция, такого рода планирование, осуществление. Плюс проблема в том, что если такого рода операция заканчивается неудачей, то все, то тогда сложно повторить что-то в ближайшее время. Другое дело, вот та тактика, которую Россия использует, довольно малыми силами на ряде участков раз за разом осуществляются атаки в поисках слабого места и ради выдавливания украинцев со своих позиций. Здесь есть право на ошибку и даже право на много ошибок, и всегда есть возможность исправить. Мне сложно предположить, что они откажутся от такой тактики, такой стратегии. Исключением является ситуация, когда мы увидим развертывание крупной группировки на каком-то участке, и тогда можно будет предположить, что да, нечто планируется. Но видеть развертывание группировки могут, как вы сказали, признаки, может видеть только разведструктура, либо если в открытую прессу будут слиты о том, что такая группировка развернута. Ситуация поэтому примерно выглядит следующей. Если с юга Украины перебрасываются силы, с юга Украины оккупированного, перебрасываются силы на Восточный фронт, назовем это так, то очевидно, что подготовка к каким-то дополнительным наступательным действиям, либо их усилению, я бы сказал так, ведется именно на Восточном фронте. Что касается юга, то при наличии каких-то резервов они бы наступать могли. Однако здесь, опять-таки, важно знать, где эти резервы и сколько их. Я предположу, что когда мы говорим о переброске, сил, значительных сил для наступления не остается. Если это все правильно с точки зрения вот этих сведений. И тогда можно ожидать на юге лишь отвлекающих действий вот такого давления и каких-то отдельных локальных ударов. С другой же стороны, мы знаем, что основные усилия российской армии сосредоточены в районе Часовояра, Покровском направлении. Естественно, сегодня это и Торецк, и Купенск севернее. Недавно открытый фронт в Харьковской области. У них и так не так много резервов и много очень точек, такого точек приложения усилий. Про юг пока ничего не известно. Я имею в виду, по крайней мере, на основании открытых источников. Что же касается железной дороги, тот момент, когда она начинает, если она начинает активное действие, я имею в виду, железная дорога функционирует активно и постоянно. Безусловно, это облегчает российской армии логистику и, безусловно, дает ей возможности перебрасывать достаточно быстро резервы и крупные партии боеприпасов и продовольствия на те или иные участки, которые находятся вблизи железной дороги. И это очень важная логистическая артерия в тот момент, когда она действует, конечно, должным образом. А как её можно уничтожить? Тоже с помощью ракеты Такомс? Вот это сложная очень задача. Железная дорога, ведь если можно, конечно, например, повредить полотно на железной дороге, просто попасть по рельсам. Проблема в том, и высокой точной ракеты, проблема в том, что это повреждение очень легко устраняется. Чтобы вывести из строя железную дорогу, нужно поразить такие места, где устранение проблемы займёт очень и очень много времени. Классический пример – это мост, например. Снесли мост, пока его восстановят. Если вообще восстановят, дорога не функционирует. Однако, если дорога – это просто прямая линия с рельсами, то это большая проблема. Есть, конечно, и разного рода железнодорожные узлы. Есть системы, которые помогают дороге функционировать. Но, в целом, это очень сложная задача, если идёт о равнинной дороге без мостов. Однако, в этом случае можно на дорогу воздействовать постоянно и сделать сообщение по ней очень таким неудобным. Я не скажу невозможным. Невозможным – это сложно. Но, скажем, неудобным. Воздествие может происходить самым разным способом. Это и атаки, собственно, эшелонов, которые движутся. Но здесь нужно уметь атаковать на большой дистанции, в глубине территории противника, движущиеся цели. Здесь нужна разведка в реальном времени. И средства, способные эти движущиеся цели поражать. Это не очень просто. Воздействие на саму дорогу диверсионными операциями, которые хоть и выводят её не из строя ненадолго, но на постоянной основе. И, конечно же, разного рода ключевые точки. Где-то мост, хоть и небольшой. Где-то какой-то узел с развязкой. Вот тогда и всё это должно осуществляться постоянно. И вот тогда жизнедеятельность дороги может оказаться весьма и весьма проблематичной. Но вот если нет таких мостов и ключевых точек, которые разрушил, и всё всерьёз и надолго она вышла из строя, то её нейтрализация гораздо проблематичнее, чем может показаться. В Американском институте изучения войны допустили, что Россия могла сформировать ещё одну общевойсковую армию для разворачивания в Украине. А вот считаете ли вы, что такая армия действительно могла быть создана? И если да, то за счёт каких ресурсов и для каких целей? Цели понятны. Россия ощущает недостаток частей и соединений для решения масштабных задач, наступательных, а были времена и оборонительных задач. Более того, есть новая холодная война со странами НАТО, а соответственно нужно не только всё стянуть в район фронта с Украиной, это то, что по сути произошло, осуществлять какое-то прикрытие границ с недружественными странами. В общем, России нужна большая армия, так как это речь идёт сейчас о войне количеств. А для того, чтобы... А большая армия меряется сегодня не только, если мы говорим о сухопутных силах, не только и даже не столько просто количеством людей, которые в ней служат, а именно частями и соединениями. Поэтому ещё в бытность Шойгу, министром обороны, была поставлена очень амбициозная задача с формированием дивизий из числа существующих бригад и с формированием новых армий. То есть увеличение количества и создание неких боеспособных частей. Задачи эти выглядели, которые озвучены были, выглядели не то, что неправдоподобными, они выглядели слишком амбициозными. Для этого нужно было... Нужно то, что озвучено. Я имею в виду слишком много людских ресурсов, и не только людских, материальных тоже. Ведь условно созданная дивизия, развернутая из бригады, это значительное количество дополнительной техники. Это командный состав, который непонятно откуда берётся. Ведь одно дело выучить сержанта с нуля как бы достаточно быстро, а другое дело, где ты возьмёшь командира роты, батальона и так далее, и многочисленных специалистов. Поэтому задачи формирования новых частей соединений, как правило, это задачи на многие годы. Они требуют огромных материальных и кадровых ресурсов. И, естественно, предположу, что озвученные России задачи не были реализованы и не реализуются по графику. Однако частично процесс идёт. А за счёт чего поднимаются с хранения техника, какое-то новое производство, училища кого-то выпускают. Ну и привлекаются контрактники на службу. Новые контрактники. Плюс, возможно, происходит какая-то оптимизация в рядах, собственно, вооружённых сил России. Я просто сейчас такой отвлечённый пример. Ну, например, флот, он в войне почти не задействован. Так можно уменьшить личный состав флота, отправить каких-нибудь моряков послужить на сушу. Кстати, такое во время войны с Украиной делалось многократно. Моряков отправляли в танкисты и тому подобное. И было это неоднократно подтверждено. Так что за счёт разного рода ресурсов подобные силы формируются. Но, когда мы слышим «армия», это звучит очень грозно. На самом деле, скорее всего, речь идёт о не таком гигантском соединении, как можно было бы подумать. Всегда нужно смотреть, а кто, собственно, в эту армию входит. Какие, например, что за дивизии, что за части. И смотреть, каков их штатный состав. Соответствует ли он неким запросам, идеальным запросам. И что на самом деле. Идеальным запросам, я могу сразу сказать, он не соответствует. Поэтому не всё так грозно, как выглядит. Но, тем не менее, сам этот процесс, естественно, не может не тревожить. Потому что, чем больше новых частей соединений, тем больше возможностей появляются у российских сухопутных сил. Возможностей, в первую очередь, на поле боя. Но, опять-таки, есть множество нюансов, которые требуют отслеживания. И, скажем так, излишне пессимистичны. В этом отношении, мол, создали новую армию, быть не стоит. Я же говорю, нюансы говорят о том, что не всё так видится в розовом свете с точки зрения российской армии, как может кому-то показаться. Мы очень редко говорим, а зря, что очень редко говорим о том, что силы обороны Украины в последние недели очень огромное количество россиян уничтожают на фронте. И их потери в живой силе составляют от 1000 человек до 1500 в сутки. А до какого предела, по вашей оценке, могут они компенсировать эти потери? И существует ли для них какое-то критическое количество потерь, как общие, так и суточные? Безусловно. Ну, одноразовое суточное количество потерь – это вот просто неприятный эпизод. Это ещё не тенденция. А вот когда тенденция сутки за сутками или в течение месяца, безусловно, существует критическое количество. Давайте так, это не может, я не могу, естественно, назвать какую-то цифру, но критическим количеством будет то, когда количество потерь в боевых частях, а в основном потери несут те, кто на линии фронта. Хотя и в тылу тоже, как мы обсуждали с вами, и в Крыму были потери. Но я в первую главную очередь в районе линии фронта – это непосредственно боевые части и силы, которые им содействуют. Так вот, в тот момент, когда на протяжении довольно долгого периода потери превышают пополнение, это становится критической, критической величиной. В тот момент, просто в этот момент силы начинают таять. И если они тают на протяжении недель или на протяжении месяцев, то на каком-то этапе наступательные возможности просто уходят. Наступательных возможностей не могут быть, бесконечны, пока когда силы уменьшаются и уменьшаются. Более того, на каком-то этапе и оборонительные возможности падают. То есть пополнение должно быть ниже, чем потери. Это общий расклад. Теперь мы примерно, когда мы говорим о пополнении российской армии за счет контрактов, мы слышим их официальные данные. Официальные данные говорят о тысячи-тысячи с небольшим в день. Причем эти данные частенько выглядят таким вот преувеличением. Их в свое время озвучил Путин и Медведев. Честно говоря, мне сложно предположить, что они способны держать темп, что они вообще выходят на этот уровень 30-40 тысяч в месяц. Но предположим, выходят. Но тогда очень сложно предположить, что они и дальше способны его долго держать. 30-40 тысяч в месяц на контракт. Это, ну давайте возьмем 35 для ровного счета. Это более 400 тысяч в год. Это огромное количество. Мне сложно предположить, что такое есть. Мы видим сложности у российской армии с наемом на контракт постепенно. Как мы это видим? Из-за того, что они поднимают сумму подъемных, которые платятся новому контрактнику. Это миллион 600 предлагают в Краснодарском крае. Вот именно. И в некоторых республиках, и в некоторых местах эта цифра выросла уже в разы. Более того, со всех точек света буквально пытаются привлечь пушечное мясо. В буквальном смысле пушечное мясо. А не квалифицированных наемников и специалистов из Африки, из Южной Америки, из Азии. То есть все не так просто. Теперь представьте, что эта цифра падает ниже 30 тысяч на ежемесячной основе. И если в этом случае, причем 30 тысяч, это же ведь пополнение не только для боевых частей. Это для всех, если мы говорим о контрактниках. В том числе и какой-нибудь логистике в 300 километрах в тылу. Там ведь тоже иногда требуются люди. И тогда потери начинают превышать пополнение. И тогда эта тенденция приводит к снижению боеспособности атакующего потенциала. Вот такой вот расчет. Но я тут думаю, что Россия может попросить военных, например, в Северной Корее. Там была информация, что они якобы могут отправить инженерные подразделения. Скобеева сказала где-то, она вычитала информацию, что они готовы платить им по 800 долларов. Ну то есть это очень выгодно. Это копейки в сравнении с 1,6 млн рублей, которые они платят контрактникам. А как вы думаете, сколько и может ли Северная Корея действительно отправить своих военных? И это, скорее всего, будут инженерные подразделения или потом пойдут и штормовики? Тут с северокорейцами вообще интересно. Платить они могут 800 долларов самому. Когда мы говорим о Северной Корее, тут не нужно воспринимать людей индивидуально. Хотя люди, они индивидуальности. Воспринимать нужно режим северокорейский конкретно, сколько Ким захочет за своих военных. То есть как за живую силу. Теоретически он может захотеть и по 800 долларов, как вы отметили, а может и больше. Я скажу так, что если в Африке и в Непале нанимают за 2-3 тысячи, примерно за 3 тысячи долларов. Как раз не платят вот того миллиона, полутора миллиона подъемных, как платят где-нибудь в Краснодарском праве. Но все равно платят тысячи по 3 долларов, какой-то подарок еще первичный. Так вот, если Ким отдаст своих военных за меньше, чем их закупают индивидуально на Кубе или в Нигерии, то это будет продешевление с его точки зрения. Мне сложно представить, что он решит так продешевиться, при том, что он идет на очень серьезный политический шаг. Одно дело, когда кто-то индивидуально приезжает повоевать, а другое дело, когда страна фактически посылает свой контингент. Так что я думаю, корейцы обойдутся, северокорейцы обойдутся России дороже, но это такое мое интуитивное предположение. Значит, когда мы говорим об инженерных войсках, важно понимать, есть инженерные войска, которые на острие удара находятся, это называемые боевые инженерные войска, а есть то, что, видимо, имеется в виду под термином стройба. То есть некие строительные и логетические работы в ближнем или относительно дальнем тылу призваны заменить россиян, гражданских или военных, которые можно будет высвободить для других дел. Либо, допустим, что не хватает российских рабочих рук для строительных работ где-то там вблизи линии фронта, и вот тут-то корейцы, пожалуй, это тоже помощь, но тогда она в меньшей степени военная. Значит, но весь вопрос в том, решится ли кем и захочет ли Путин, вернее, в первую очередь, захочет ли Путин и решится ли кем послать именно боевые части повоевать. Я предположу, что такое не исключено. Россия перешла вот этот рубикон, который, если можно так сказать, не нанимать наемников, которые воюют в буквальном смысле. Наемники воюют, из них даже целые роты, я думаю, состоят, причем самых разных стран. То есть для России нет здесь психологического препятствия. Военкоры радостно, ZK военкоры радостно потирают руки. Поэтому, если такое желание будет, весь вопрос, сколько кем за это захочет. Значит, если стороны сойдутся в цене, я предположу, что некоторый небольшой воинский контингент для начала он послать может. Небольшой, естественно, ничего не решит и близко на поле боя. Но это будет прецедентом, а далее будет видно. Вот так мне это видится, развитие событий. Но, конечно же, мы опережаем события. Но, скажем, посылка какого-нибудь батальона в экспериментальном, посмотреть, как оно, что оно. И далее, возможно, расширить свое участие. Я не исключаю такой сценарий. Что же касается вот этих инженерных войск, по сути, строителей военных. Но если они не будут заняты непосредственно в той области, которой сейчас занимают российские военные, это будет лишь своего рода косвенная помощь России, то есть не прямая военная. Поживем-увидим. Стоит опасаться того, что Ким пошлет своих военных. Предположу, что это будет в небольшом количестве. Вначале, далее, может быть, несколько большим. Но есть момент, о котором тоже нельзя забывать. Я считаю, что об этом всегда стоит напоминать. Южная Корея и Япония за этим процессом наблюдают с огромной тревогой. И этот процесс может побудить, может, и, возможно, даже должен побудить их к тому, чтобы оказывать Украине большую помощь и оказывать на Россию большее давление, в том числе и санкционное, потому что явно это не должно их радовать, даже при всей их осторожной, по непопонятным довольно причинам осторожной политики. Я думаю, что и администрация Байдена тоже должна за этим следить и, может быть, потом отправить в ответ своих американских военных. Там тоже была информация от CNN, что якобы они сейчас рассматривают возможность отправить военных подрядчиков в Украину, чтобы ремонтировать поставленные Соединенными Штатами вооружения у нас в Украине. Разрешить военным подрядчикам – это очень интересный шаг, который обсуждается. Кстати, я считаю, что, опять-таки, из лишней осторожности Соединенных Штатов этот шаг не был предпринят раньше, а вполне должен был быть. Я не считаю, что это именно в качестве ответа на действия Северной Кореи рассматривается. В целом это рассматривается, как и многие другие ходы, когда на фронте возникают какие-то проблемы. Напомним, вот это разрешение, которое бить по российской территории американскими боеприпасами, возникло лишь после того, как россияне захватили кусочек Харьковской области. До этого из этой самой осторожности американцы не решались на подобный шаг. То же самое с ракетами-атаками. К сожалению, многие правильные шаги Соединенных Штатов и западных союзников являются результатом вот этого вот стимулирования, когда российская армия либо совершает военные преступления, в свое время особенные, в свое время это было Буча, стало таким толчком к новым поставкам оружия, либо удары по украинской инфраструктуре ускорили поставки ПВО. И вот сейчас мы наблюдаем такого рода шаги. Но, кстати, поставки Северной Кореи баллистических ракет простимулировали решение американцев по атакам. В случае с подрядчиками пока еще решение не принято. Я предполагаю, что его примут, и это будет довольно важно. Вопрос, насколько эта деятельность этих подрядчиков будет широкой, как активно она будет вестись, это интересный ход. Здесь бы, если их будет много, и они будут действовать в тех вопросах, где это особенно важно, это станет серьезным таким... Ну, может стать, скажем так, довольно серьезным... Ну, я не скажу толчком, но, скажем так, помочь Украине достаточно серьезно в ряде вопросов это может. После возобновления снабжения американской помощи и начала снабжения снарядов по Чехии, инициатива ее по боеприпасам, то говорят, что соотношение сейчас в выстрелах на фронте, оно изменилось и стало одним до трех в пользу России. То есть, если ранее было один к семи или к десяти, то сейчас один к трех, к трем. А вот такая ситуация, она может изменить в основном потом ситуацию на фронте? Ну, во-первых, когда мы говорим о таких пропорциях, это на самом деле некоторое упрощение. Важны, во-первых, конкретные участки фронта, где наиболее активные боевые действия. Важно также понимать, какие снаряды сравниваются. Сравниваются, например, если снаряды из установок ГРАД в этом исчислении, то, как правило, это, ну, снаряды, ракеты гораздо менее эффективны, когда они применяются в большинстве ситуаций. То есть, скажем так, вводить в эту пропорцию те же ГРАДовские ракеты, это уже не совсем верно. Россия, например, массово их использует, а эффективность их относительно невысока во многих случаях, например, при применении по закрепившейся пехоте. В общем, это немного такое упрощенное сравнение один к трём, один к семи. Однако, когда мы видим такие цифры, да, вот давайте предположим, что они верны, из одного к семи или из одного к десяти перешли к одному один к трём. Это значит, что буквально где-то в два, где-то в два с половиной-три раза украинцы стали больше стрелять в два с половиной-три раза. То есть, даже без особого качества стрельбы, это резкий рот количества, это огромные дополнительные преимущества. Я сейчас не говорю о том, что Россия стреляла примерно, допустим, столько, сколько и было, а украинцы увеличили интенсивность своей стрельбы в два с половиной-три с половиной раза. Это очень и очень много. И, естественно, эффект от этого обязан быть колоссальным. Причём эффект как в обороне, так и в наступлении каких-то локальных наступательных операций. Главное, в контрбатарейной стрельбе. Контрбатарейная стрельба – это важнейшая составляющая этой войны. Если ты более эффективно мешаешь артиллерии противника действовать, значит, ты спасаешь собственных военных, ты наносишь противнику больший ущерб благодаря уже своей стрельбе, по различным объектам и целям на фронте. И это колоссальное значение имеет. Так что важно, я бы так сказал, важно даже не совсем пропорции сравнения, хотя это интересные цифры, но тут всегда дьявол в деталях. Важно то, что украинцы увеличили свои темпы, свои стрельбы, судя по этим данным, если российские цифры остались неизменными, в два с половиной-три с половиной раза. Это колоссальный результат. И этот результат уже наверняка сказался на происходящем на фронте и продолжит сказываться и дальше, если удастся сохранить подобные темпы и тем более наращивать. А есть надежды, что удастся их наращивать, если поставки продолжаются должным темпом, и в том числе по той самой чешской инициативе. Ведь первые снаряды только сейчас поступили, но там на пути, на подходе и другие тут. США, Израиль и Украина обсуждают поставку Киеву до восьми комплексов ПВО «Патриот», сообщает об этом The Financial Times. Говорят, что пока окончательно соглашение не оформлено, но, скорее всего, оно будет включать в себя отправку систем «Патриот» сначала из Израиля в США, а затем в Украину. В апреле Израиль заявил, что начинает вывод из эксплуатации своих восьми батарей «Патриот», так как срок использования некоторых уже превышает 30 лет, и их нужно заменить на более новые. Как вы считаете, возможно ли такая сделка, и действительно ли восемь комплексов могут появиться именно в Украине, а не в других странах? Да, это вообще очень интересная ситуация. У меня даже на канале есть отдельный материал, ей посвященный тут, в общем, вот в чем дело. Дело не в том, что они выводятся по старости, что называется по старости, из строя. Они выводятся из строя во многом потому, что созданы собственные системы, и у Израиля стоит выбор, выбор приоритетности, то есть собственные системы, которые более эффективны и более подходящие для стоящих угроз, с одной стороны, а с другой стороны количество личного состава ограничено. То есть нельзя и патриоты, и железный купол, и проща Давида, это израильские системы. То есть нужно где-то что-то выбирать, и прямо сейчас происходит вот этот процесс выборов. Кое-что уже сняли, вывели с вооружения. При этом же ведь понятно, что нужно патриоты модернизировать, чтобы они были эффективными, нужно на них еще серьезно потратиться, закупить ракеты новые для них, в общем-то, негде из-за войны в Украине, по большому счету. То есть есть ряд аспектов, которые стимулируют снятие их с вооружения. Часть этих систем уже поставлены в запас, однако предположить, что, скажем так, все решат избавиться, несмотря на то, что их выводят из состава, что решат избавиться от всех, это немного смелое предположение. Я этого не исключаю, но, что называется, на черный день, причем черный день может наступить очень быстро, в буквальном смысле слова, через считанные дни, снимут все и будут готовы от них полностью избавиться. Мне сложно предположить, не могу предположить, что, скажем так, от некоторых будут готовы. Всех восьми, как было сказано, это высокая цифра, я не знаю, но частично они выводятся, и частично, видимо, при определенных условиях будут готовы снять их даже с хранения и отдать американцам. От этого тут много что зависит. То есть, так как снять их с хранения, скажем так, отдать их американцам, это значит, что ты лишаешься определенного резерва, на данный момент. Причем резерва, когда война идет, и война может расшириться. Это очень непростой шаг, даже если они вот прямо сейчас перешли, их персонал перешел на железный купол. А так произошло с рядом батарей Патриот. Так вот, в общем, это все сложно и непросто, но в целом тенденция такова. Израиль избавляется от Патриотов, это однозначно, и со временем будет готов их, со временем непонятно каким, будет готов их, видимо, кому-то передать. А как это произойдет, кому они нужны, это, в общем, не секрет. Как этот процесс может произойти, как это все будет, вопрос интересный, и он, как мы видим, обсуждается. Давид, и также спрошу вас напоследок о том, что МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова, их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре минимум с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года. Это тогда, когда был этот первый этап их ударов. Будут ли эти ордера эффективными? Потому что, мне кажется, ни Шойгу, ни Герасимова они никуда не ездят. Ну и, во-вторых, повлияют ли они на Белоусова? Ведь он тоже сейчас причастен к обстрелам энергетической инфраструктуры. Я думаю, Белоусов, знаете, после того, как вы выдали ордер, в общем-то, и на арест Путина, то, в общем-то, всем все стало более-менее понятно. Соответственно, человек, который решается занять пост министра обороны в России, прекрасно понимает, что даже до того, как Шойгу получил сообщение о выдаче ордера на его арест, прекрасно понимает, что его и эта судьба, раз Путин этот ордер получил, то и министр обороны рано или поздно также будет выдан ордер на его арест. Однако, как мы видим, это не остановило Белоусова, который был финансистом и мог, кстати говоря, остаться, ну я так понимаю, что его вряд ли силой заставили, остаться в стороне от этого, он на этот шаг пошел. Значит, как мы видим, он этого не боится. И исходить нужно из следующего. Естественно, никто внезапно ни Герасимова, ни Шойгу, ни Путина не арестует. Там, где их могут арестовать теоретически, они, естественно, не появляются. Поэтому эти шаги на данный момент имеют значение символическое. Они напоминают миру о том, что эти люди, которые занимают важные посты в России, подозреваются в совершении серьезнейших преступлений. Это как бы декларативная символическая часть. Если когда-нибудь дело дойдет до того, что Путин и перечисленные лица будут не у власти, и вот тогда эти ордера на арест, а возможно и другие ордера, и тогда, если в России сменится власть, и не знай, как к ним отнесутся, собственно, в России, могут стать актуальными уже на практике. Но то, о чем сейчас мы говорим, это что называется шкура неубитого медведя. Пока же это сугубо символическое значение. Ну а Белоусова вряд ли подобного рода шаги могут остановить от принятия тех или иных решений. Заняв пост, он сделал свой выбор. Давид, огромное вам спасибо за разговор, за вашу аналитику и за то, что вы присоединились к эфиру. Я желаю вам хорошего дня. И напомню, что Давид Шарп, израильский военный обозреватель, был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свой лайк, пишите обязательно комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание. Желаю хороших новостей. Берегите себя. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok